Триатлон Супер длинные или айронмен, но нам интересна олимпийская разновидность, именно она и будет представлена в Сочи. Итак, понятно, что триатлон это три дисциплины. Сначала спортсмены плывут, затем едут на велосипеде, ну и заканчивают все бегом по ровной местности. Если взглянуть на общую протяженность маршрута, то он составляет 51 километр 500 метров, очень много. Полтора километра вплавь для начала водные процедуры, затем самый длинный участок пути, 40 километров на велосипеде, ну и завершает все уже измотанные люди, проходят 10-километровую дистанцию, вернее не проходят, а пытаются пробежать вот такие дела, вот такой вот он триатлон. Итак, первый официальный старт российского чемпионата завтра. Сегодня я уже говорил спортсмены с теми условиями, в которых предстоит соревноваться, знакомиться. Познакомимся с ними и мы из Сочи. Материал Марии Фольковой. Свой первый день в Американской низменности мы начинаем с разведки. Главный первопроходец нашей группы, лидер украинской сборной Юлия Елистратова. На старт она выйдет лишь в воскресенье в любительской группе, так что быть нашим гидом Юлия согласилась сразу. Первый этап экскурсии – плавательный сегмент. Место очень необычное. Плыть полторы тысячи метров триатлеты будут в порту. Предпочтения у спортсменов индивидуальны. Кому-то больше нравится в открытом море, кому-то в заливе. В заливе проще тем, что нет сильных течений и волн. Лично мне больше нравится в открытом море, но возможно из-за того, что мне стоит больше работать над плаванием. Хорошо, готовы. Посмотрим, что там дальше. Поработать, видимо, придется Юлии над прохождением водных препятствий. Залив практически кишит медузами. К счастью, плавание в гидрокостюмах, поэтому не думаю, что возникнут какие-то проблемы. В Мексике плыли без гидрокостюмов, приятного было мало. Помимо медуз есть и новшество в российском триатлоне – атрибут судейства на воде. Следить за пловцами будут байдарочники. Они специально прибыли из Краснодара. В мои обязанности входит контролировать пловцов во время прохождения водной дистанции, следить за тем, чтобы они обходили буи. Продолжаем экскурсию. Впереди, пожалуй, самый сложный – велоэтап. 8 кругов по 5 километров. Правда, пока трудно понять, где именно будут крутить педали триатлета. Велотрасса пока без ограждений. Велотрасса достаточно простая, равнинная. Скорость будет высокой на велосипеде, нет никаких сложностей. Но долгожданный этап номер три. Вместе с Юлией мы выходим почти на финишную прямую нашей прогулки. Мы идем по той трассе, где будут проходить. Да, да, да. Вот стойкие ограждения. Здесь будет проходить бег. Четыре круга по 2,5 километра. Мне кажется, что в этом году скорость будет выше, потому что в прошлом году был старт осени, под конец сезона. И уже некоторые спортсмены были не на пике формы. Сейчас же более подводились к этим соревнованиям. Возможно, в ближайшие дни вот этот аксессуар мне не понадобится, так как спортсмены надеются на отличную погоду. Ну, где-то золотая середина. 23-25 градусов со знаком «плюс». Но это отличная погода для как раз проведения чемпионата России по триатлону. Так что организаторы, судьи, тренеры, ну и само собой триатлеты рассчитывают на очень большие скорости, на зрелищный, красивый триатлон. Ну и, возможно, даже на рекорды. Ну а пока прячемся от солнца. Мария Фалькова, Юрий Идешин, Кубань, 24, Сочи. Сегодня к триатлону мы еще вернемся. Есть у нас интересный сюжет о правилах и деталях этого вида спорта. Пока же давайте несколько слов о футболе. Кубань сегодня не назовет имя нового главного тренера. Создание совета директоров, которое на 5 июня было назначено, переносено на понедельник. Так что пока точно о наставниках говорить нельзя. Зато почему бы не послушать то, в чем уверены интернет-издания. Они в один голос утверждают, что руководитель желто-зеленых – это Дмитрий Хохлов. Отличный в прошлом игрок в сезоне 2014-2015 работал в дубле московского «Динамо». Результат – золото-первенство. Неплохой, в общем, как мне кажется, вариант. Но пока, повторюсь, не стопроцентные все уточнения в понедельник. Ну а сегодня, в пятницу, возвращаемся к главной теме выпуска. Это чемпионат страны патриотлона, который завтра стартует в Сочи. Все участники, а их около 400, уже там в сборе. Материал о том, где соревноваться придется, мы уже посмотрели. Сейчас увидим еще один сюжет о самом виде спорта. Наш корреспондент Владимир Черкашин в этом деле человек опытный. Он дистанцию классическую не раз проходил и детали знает с ними, а также с историей триатлона мы тоже сейчас познакомимся. Итак, первый этап триатлона – плавание. Если температура воды ниже 24 градусов, разрешается использовать гидрокостюм. После воды спортсмену необходимо быстро переодеться к велогонке. Но с одним интересным правилом – нельзя раздеваться догола. Вытираем ноги, надеваем специальные носки, шлем, очки. Если хочется утолить жажду – утоляем. Садимся на велосипед и вперед. Чего в велогонке нельзя? Нельзя ехать без шлема. Нельзя ехать с голым торсом. И, наконец, нельзя мешать другим триатлетам. В правилах четко прописано. Любой спортсмен, который, по мнению судей, создает опасность для самого себя или для других участников, может быть дисквалифицирован. Если ваш железный конь сломался, на техническую помощь не рассчитывайте. Ее не существует. То есть гонка в таком случае завершена. Теперь о том, что можно. Можно использовать короткие лежаки на руле. Дистанция длинная и отдых хотя бы такой, но нужен. Можно во время езды подкрепляться в специальных пунктах. Итак, 40 километров велогонки позади. Оставляем транспорт в специально отведенном месте. Меняем велообувь на беговую. Естественно, избавляемся от шлема. Пьем водичку. И на заключительный этап. Здесь, опять же, нельзя мешать соперникам. Это грозит 30-секундным наказанием. Именно этот отрезок самый сложный. Сил на него частенько не остается. Вообще, первые соревнования, похожие на современный триатлон, прошли во Франции в 1920 году. В 95-м в Ницце прошел первый чемпионат мира. В 2000-м триатлон дебютировал в программе Олимпийских игр. И в двух словах о видах триатлона. Дисциплин в этом виде спорта немало. Есть спринт. Это около 25 километров. 154 преодолевают спортсмены в триатлоне на длинных дистанциях. Но мы экспериментируем с олимпийской 50-километровой гонкой. На прохождение всей дистанции мне понадобилось 3 часа. Это на час 15 хуже, чем у олимпийского чемпиона Лондона. Российский норматив составляет 2 часа 5 минут. Мне, конечно, до этого тоже далековато. Да и не нужно. Но одно точно могу сказать, что триатлон – это самый сложный вид олимпийской программы. Ведь недаром триатлетов называют «железными людьми». Еще больше дел триатлонных завтра в итоговом выпуске «Спортивных фактов». Посмотрим, как спортсмены после 50-километрового марафона восстанавливаются. С самими спортсменами, само собой, побеседуем. Но не только, конечно, триатлеты станут героями программы. Будет там, например, и большое хорошее интервью с героем недели. С Ларисой Волик, чемпионкой Европы по парагребле, бронзовым призером Лондонской паралимпиады в метании копья. Сегодня же короткий отрывок из беседы с Ларисой. Расскажет она о хобби и о мечте. Пытаюсь начать читать. На это тоже не хватает времени. Ну, хотя бы в маршрутках. Хорошо, что есть маршрутки. Читаю потихонечку маршрутки. Нет, больше, в общем... Да, я общаюсь с друзьями. Я люблю ходить в наш город, предоставляя максимум, в общем-то, возможностей. Я люблю молодежный театр. Я люблю ходить в концерты с симфонического оркестра. К сожалению, их расписание нечасто совпадает с моим расписанием. И я не могу посетить все эти мероприятия, которые мне хотелось бы. Ну, да, когда что-то возможности, то еще... На сегодня у меня есть мечта, у меня есть она же цель. Я хочу участвовать в паралимпийских игрокуре Де Жанейро. Я хочу там достойно выступить. Вот, все мои мысли, все связаны, самодельно связаны с этой мечтой на сегодняшний день. Еще раз повторюсь, полное интервью Ларисы, а также все самые значимые события недели. Завтра в итоговом выпуске «Спортивных фактов» стартуем в 19.30. Надеюсь, что увидимся. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!